Друзья, здравствуйте! Вы спрашивали у нас, реально ли работает водонаполненный колосник, нужен ли он в котле? И за ответом на этот вопрос мы приехали в компанию Теплодар в городе Новосибирск, потому что в этих котлах стоят водонаполненные колосники. Алексей, привет! Привет! Рассказывай, зачем он нужен? Водонаполненный колосник выполняет две основные задачи. Первая задача – это как можно быстрее начать греть систему. Каким образом это получается? Дело в том, что горение происходит на колоснике. Если в нем внутри находится теплоноситель, то как только вы разожгли, как только появилось даже небольшое пламя, процесс нагрева начинает работать. Начинается конвекция внутри котла. Если включен циклеционный насос, то, соответственно, этот теплоноситель, пусть даже тепленький слегка, но уже начинает поступать в систему. Соответственно, как только топливо разгорается, температура начинает повышаться. Вторая задача – как можно дольше продлить процесс нагрева теплоносителя, невзирая на прогорание топлива. Его осталось буквально чуть-чуть, небольшой слой, но он продолжает гореть на том же самом колоснике. То есть мы выжимаем из топлива все соки, условно говоря. То есть пока полностью не погас, котел продолжает гореть с стеной. Ну и сразу развею опасения тех, кто боятся, что трубки прогорят, котел потечет. Ну да, все привыкли, что колосник это расходник, да? Да, чугунный колосник какой-нибудь или наварной металлический, отрезали, выкинули, поставили новый. Опыт эксплуатации показал, что ресурс водяных колосников фактически равен ресурсу котла. А это ну не менее 10 лет. А ваши колосники расположены несколько под уклоном. Это сделано специально. Наклон обеспечивает нормальную циркуляцию теплоносителя по всей водяной рубашке, в том числе и в ее нижней части. Ну то есть чтобы не было застойных зон. Да, чтобы не было застойных зон и соответственно не было потери энергии, то есть потери тепла. Два вопроса в одном. Какой металл используется для изготовления водонаполненных колосников и какой теплоноситель вы рекомендуете использовать в ваших котлах? Используется сталь толщиной 3 мм, так же как собственно в конструкции всего котла. Что касается теплоносителя, можно использовать традиционный теплоноситель, то есть воду, но не воду из-под крана, а специально подготовленный, из которой удалены нерастворимые соли кальция, которые могут засорить систему. Так же в наших котлах можно использовать так называемые незамерзайки. Это бытовые гликоли, раствор спирта в воде, который обладает более низкой температурой замерзания. Они, несмотря на то, что достаточно агрессивны и химические, тем не менее спокойно работают в наших котлах. Итак, друзья, мы выяснили, что водонаполненные колосники не просто работают, но они еще увеличивают эффективность котла, и с их появлением исчезла необходимость со временем менять чугунные колосники в котле. Я верно говорю? Совершенно верно. Ну а я приглашаю всех в гости в магазин Форнакс в городе Новосибирске на сайт форнакс.ру. Там есть весь ассортимент компании Теплодар. Найдете много интересных и нужных вещей для системы отопления и в принципе для отопления загородного дома. Теплодар.